Вера Кузнецова спрашивает, идти ли на выборы, ну, судя по всему, идет речь о ближайших сентябрьских выборах в Госсоврании, или предпочесть акцию неповиновения, пишет Вера Кузнецова. Ну, судя по всему, под акцией неповиновения Вера Кузнецова подразумевает просто игнорирование выборов, то есть нехождение на выборы. Это такой, знаете ли, вечный вопрос. Ну, что было раньше, фейцоли, курица, да, вот примерно из этой же оперы. Например, не ходить на выборы, украдут ваш голос, ходить на выборы вы повышаете тем самым явку. Так вот, я думаю, что ходить на выборы нужно, потому что украдут вас голос и отдадут тем людям, которые точно не будут заботиться о вас и проверять, как вы там, значит, устроены. А придя на выборы, вы можете, ну, в общем-то, вправе делать с вашим бюллетнем все, что вы считаете нужно. Можете проголосовать, не проголосовать, но, в принципе, оставить его незаполненным и бросить в ящик – это неправильно, потому что за вас его, извините, в кавычках, заполнит избирательная комиссия. Ну, в интересах там какого-нибудь Шамиля Валеева или, не дай бог, Зульфии Гассины. Соответственно, значит, ну, вот я вам не даю прямых рекомендаций, но вы можете делать с бюллетнем все, что вы сочтете нужным. Это ваше суверенное право. Можете там писать стихи, можете ставить галочки, можете что-нибудь еще там изобразить. Но при этом ваш бюллетень будет все-таки учтен как проголосовавший, испорченный или пустой, это на ваше усмотрение. И за вас все-таки никто не проголосует, если вы не бросите пустой бумажку в ящик. Так что вот моя позиция примерно такая. А акции неповиновения, нехождения на выборы назвать все-таки нельзя. Это акция отказа вообще от собственного мнения, я бы так сказал. Так что нет, Вера, идти нужно.